Слышно? Очень хорошо, спасибо. Хочу поблагодарить организаторов конференции за великолепную организацию, за возможность выступить здесь, в этом симпозиуме. Пожалуйста, есть переключалка. Это реальная пациентка, которая обратилась в нашу больницу в прошлом году. В апреле прошлого года она заметила незначительную отечность правой молочной железы. Это молодая женщина, 43 года, 72 года рождения, мама двоих детей, уже таких подрощенных, двух подростков. И уже при первом же обращении было выявлено опухоль в молочной железе и подмышечный конгломерат подмышечных лимфатических узлов. При более детальном обследовании количество лимфатических узлов увеличилось, и уже по УЗИ были предварительно выявлены метастазы в печени, причем несколько крупных достаточно метастазов. Больной была выполнена позитронно-эмиссионная томография вместе с КТ. Это было сделано 14 мая прошлого года. Взята биопсия опухоли молочной железы, и мы получили следующий диагноз. Четвертая стадия рака молочной железы, Т2, дробь Т4, отек был незначительный, локализованный прямо над опухолю, Н3 за счет метастазов подключечные лимфатические узлы, и М1. Метастазы печень множественные, забрюшинные лимфоузлы, лимфоузлы средостения, подозрения на метастазы в легкие и метастазы в кости. Основным, конечно, отдаленным органом мишени явилась печень. Опухоль ХЕР-2 позитивна, иммуногистохимический, яркая экспрессия, эстроген позитивный, прогестерон негативный. Высокий уровень КИС-67 отражает быстрое биологическое протекание этого процесса. Здесь вопрос, который в аудиторию. Какой вариант лечения в идеальной ситуации вы бы выбрали для такой молодой, активной женщины с четвертой стадии ХЕР-2 позитивного люминального В, рака молочной железы? Просьба, голосуем. Сейчас, подождите, как только пойдет отмашка времени. А нам включит таймер? Скажите, пожалуйста, нам включают? Начинаем голосовать. Что-что? Можно, наверное, переходить к комментарию. Ну, в общем, подавляющее большинство здесь сидящих, особенно с увеличением количества проголосовавших, голосуют за триплет тростузумаб-пертузумаб-досатоксел. Это, в общем-то, понятно. На сегодняшний день это как бы идеальный вариант вне зависимости от его стоимости. Ну, конечно, значительная доля, четверть проголосовали за вариант тростузумаб плюс химиотерапия, что, естественно, гораздо более доступна у нас, и большинство женщин на сегодняшний день получает именно такую терапию. Опция тростузумаб-гормонотерапия теоретически возможна, но, наверное, с учетом агрессивности протекания опухоли, отрицательных прогестероновых рецепторов, наличия висцеральных метастазов, наверное, эта опция в данном случае, как мне показалось, не очень хороша. И мы выбрали для себя третью опцию. Ну, что сказать. ХЕР-2 – позитивный рак молочной железы. В эру до применения тростузумаба – это был фактор неблагоприятного прогноза, и пациентки жили меньше, чем их ХЕР-2 негативные коллеги, назовем их так. И, в общем, прогноз их был существенно хуже. Однако с появлением тростузумаба, в общем-то, прогноз этих пациенток стал лучше, и, по сути дела, они стали течь как ХЕР-2 негативные пациентки в общей массе, если мы посмотрим, и гормонопозитивные, и гормононегативные, с тем же самым кривой общей выживаемостью. Тростузумаб, безусловно, значительно увеличивает выживаемость без прогрессирования. Первое исследование Денниса Слеммана – это конец 90-х годов, начало 2000-х – было показано значительное, почти двукратное увеличение выживаемости до прогрессирования. Надо сказать, что через несколько лет, когда эти исследования повторялись многократно, то даже просто изменяя химиотерапию, было показано, что их, еще более хорошие можно получить результаты при оптимизации самой химиотерапии и при продолжении тростузумаба в поддерживающей терапии, и уже среднее время до прогрессирования в оптимальных схемах, это токсаны плюс тростузумаб, достигли приблизительно года, тогда как только химиотерапия – это только полгода. Ну и как можно добиться улучшения этих результатов? Собственно, об этом и идет речь, и исследование Клеопатра наглядно это показало, все вы прекрасно знаете это исследование, в котором к стандартной химиотерапии доцитоксал тростузумаб был добавлен пертузумаб. Было показано, что именно два моноклональных антитела, то есть комбинация двух антител, значительно более эффективна, чем монотерапия тростузумаб. При этом роль пертузумаба как монотерапии, либо как агента, комбинируя с химиотерапией, оказалась нулевая, то есть препарат неэффективен, если он используется без пертузумаба. То есть это два препарата, которые должны использоваться только вместе и в комбинации с химиотерапией. Конечно, результаты исследования Клеопатра на всех нас, кто занимается раком молочной железы, произвели неизгладимое впечатление. Уже практически сразу, это еще в 2011 году, когда получили результаты, мы увидели полугодовое увеличение среднего времени до прогрессирования, что раньше было практически недостижимым, это было среднее время продолжительности жизни этих пациенток, полтора года, а тут мы получили их среднее время до прогрессирования. Ну и беспрецедентное увеличение общей выживаемости, по сути дела, на 16 месяцев оказало еще большее на всех воздействие. Поэтому 56 месяцев против 40. Надо сказать, что особенно токсичной эта терапия не оказалась. Таким образом, вот как его выглядят на графике эволюция терапии метастатического HER2-позитивного рака молочной железы, если к тростузумабу с химиотерапией добавляется препарат пертузумаб. Нашей пациентке была начата именно эта терапия, у ней была в тот момент эта возможность, и к настоящему времени пациентка получила 8 циклов химиотерапии по этой схеме. Тростузумаб, пертузумаб, доцитоксел. Доцитоксел 75 мг на метр квадратный используется в первых 5 циклов. Затем ввиду кожной токсичности доза была редуцирована до 60 мг на квадратный метр. После 3 циклов химиотерапии был отмечен частичный ответ, и после 6 циклов также частичный ответ по данным компьютерной томографии. Вот какую мы имели токсичность. Она была умеренно выраженной, но в первую очередь это была кожная токсичность, связанная с применением доцитоксела, из-за чего его пришлось редуцировать, и последние циклы уже прошли без осложнений. В настоящее время пациентка получает поддерживающую терапию пертузумаб-тростузумаб, ее торговом варианте биодайм, который продается в виде комбинации двух флаконов, это 440 мг тростузумаб и 1 флакон пертузумаба, а также получает гормонотерапию золадекс и анострозол. В отличие от исследований Клеопатра, где пациентки не получали гормонотерапию, если были херопозитивные и гормонопозитивные, в данном случае мы решили максимально использовать эффективность поддерживающей терапии, и она получает вот такую комбинацию поддерживающей терапии тростузумаб-пертузумаб и гормонотерапия. По данным компьютерной томографии в настоящее время не определяются метастазы, по данным УЗИ не определяется первичная опухоль, и по данным ПЭТ-КТ на конец мая этого года также опухоль не определяется. То есть мы достигли постепенно полного ответа. Вот так выглядят картинки ПЭТ-КТ. До начала лечения вы видите срезы метастазов в печень, по данным ПЭТ-КТ. Вот картинка мая 2016 года, когда метастазы в печень не определяются как по КТ, так и по данным ПЭТ-КТ. Вот тоже еще печень, и это вот такие вот красивые снимочки, где все тело видно, метастазы в печень, метастазы в подмышечные лимфатические узлы, и сейчас они не определяются. Здесь вот метастазы в лимфатические узлы средостения, которые также в настоящее время у пациентки не определяются ни по компьютерной томографии, ни по данным позитронно-эмиссионной томографии. Таким образом, вот к настоящему времени пациентка продолжает лечиться. Уже несколько более года получила 19 циклов терапии исключением пертузумаба, тростозумаба. Кардиологических осложнений мы не имеем. Выросли уже волосы. Она чувствует себя, в общем-то, хорошо, продолжает работать и растит своих двух детей. Кому же помогает тростозумаб, пертузумаб, по данным исследований клеопатов, практически всем пациенткам, за исключением небольшой группы, которая не имеет висцеральных метастазов. Вот здесь добавление пертузумаба может быть в какой-то мере спорным, хотя, опять-таки, зависит все от масштабов бедствия. Конечно, когда единичные костные метастазы или какие-то лимфатические узлы единичные, здесь можно воздержаться от его добавления, но в целом, если у пациентки есть висцеральный криз, при наличии всех остальных факторов, будь то гормонопозитивная опухоль, будь то гормононегативная опухоль, в любом случае добавление пертузумаба к химиотерапии в комбинации с тростозумабом значительно увеличивает эффективность лечения. Мы недавно с Людмилой Григорьевной столкнулись с одной консультацией, где пациентке с гормонопозитивным херпозитивным раком молочной железы ввиду гормонопозитивности опухоли было отказано в добавлении пертузумаба, с чем мы с Людмилой Григорьевной категорически не согласились, и нам удалось пробить для нее добавление пертузумаба в том числе, то есть назначение биодайма в комбинации с химиотерапией. Кстати, у этой пациентки тоже достигнута полная ремиссия после трех циклов этой химиотерапии. Таким образом, вот вопрос еще один, который стоит, когда бы вы назначили наиболее эффективную таргетную терапию? Ну понятно, что с химиотерапией. В начале лечения или в более поздних линиях? В общем, пока идет голосование, я должен сказать, что по большому счету вот тот случай, который я сегодня привел, он в целом является банальным случаем, он не является каким-то изряд до вон выходящим, и по идее я надеюсь, что течением времени постепенно у нас все больше будет возможности именно так лечить наших пациенток с ХЕР-2 позитивным раком молочной железы, который имеет, назовем это так, висцеральный криз, и где мы желаем добиться максимального эффекта и максимально увеличить продолжительность жизни этих пациенток и добиться максимального качества жизни. Специально мы выбрали именно такой относительно обычный случай, но он очень показательный, то, чего мы можем на сегодня добиться на комбинации токсанов и простузумат-пертузумат. Ну, в общем-то, голосование очевидно, что подавляющее большинство здесь сидящих онкологов, химиотерапевтов, конечно, учитывая выдающиеся данные по общей выживаемости исследования Клеопатра, голосуют за раннее назначение наиболее эффективных вариантов лечения. Таким образом, сегодня достигнута на этой комбинации беспрецедентная выживаемость, которая близка к пяти годам, что, в общем-то, замечательно. Это, наверное, не самое большое достижение, которое мы можем добиться, но по сравнению с тем, что было 10 лет назад, конечно, это здорово. Спасибо за внимание.